Привет! Это второй сезон подкаста «Горы без вершин», где мы рассказываем о пересечении Чукотки Мариной Галкиной, известной соло-путешественницей. Этим маршрутом она прошла в непростом 1998 году, причем в одиночку. Без денег, без попутчиков, без какой-либо системной поддержки, но с помощью множества добрых людей, которые встречались ей на пути. Меня зовут Саша Начито, я здесь за рассказчиков. За Марину Галкину читает она сама. Этот подкаст записан студией «Спорткастерная» совместно с компанией «Сплав». Компания «Сплав» предлагает широкий ассортимент снаряжения для палаточного лагеря. Это тенты, палатки, одиночные или многоместные, спальники, теплые пуховые и легкие летние, газовое оборудование, посуда и множество других необходимых и просто полезных вещей. Для слушателей подкаста у нас есть специальный промокод на скидку в 10%. Подкаст. Пишется латиницей. До конца 2023 года вы можете воспользоваться им в любом из магазинов «Сплав» по всей России или на сайте «Сплав.ру». Ссылку и промокод вы найдете в описании к выпуску. В конце предыдущего эпизода наша героиня надолго попрощалась с людьми. Она наконец добралась до официальной точки старта своего путешествия. До поселка Кончалан. Добралась и двинулась дальше по одноименной реке на север. Собственно, последние люди, которых она видела перед предположительно длительным перерывом в общении, была семейная пара, подвозившая ее вверх по Кончалану на моторке. И теперь она осталась один на один с Чукоткой. По моим подсчетам, меня забросили от поселка по реке километров на 80. Потом мне немного удалось пройти на веслах, но вскоре течение усилилось. Тогда Марина пошла берегом, ведя за собой каяк. Но вскоре остановилась на ночевку. Ей приглянулась яркая лужайка низкорослого цветущего иван-чая посреди головок галичника. «В конце первого дня реального отрыва от людей я долго ворочалась и не могла уснуть. В голову закрадывались разные неприятные мысли, сомнения. Но сон все-таки пришел и вылечил от пессимизма». На следующий день Марина привязала к носу и корме каяка веревку длиной метров 25, надела мягкий спас-жилет, поверх него перекинула веревку через грудь и плечо и превратилась по ее собственному определению в заправского бурлака. Она пошла по кромке воды по обширным галичниковым отмелям, ведя каяк корабликом, то есть поставив его под углом к течению, чуть подтянув корму к берегу. «Светит солнце, небо голубое, без единого облачка, и дует сильный южный ветер, попутный. Не меня ли пугали холодом, ветром и снегом? На Чукотке ли я? Один минус, прямо перед глазами все время роятся стаи крылатых тварей». В тот день Марина узнала, что комары на вкус сладкие. Но главное поняла, что скорость ее продвижения вперед вполне ощутимая. Она так спешила, что даже не стала обедать. «Меня же все всегда спрашивали, как ты будешь подниматься на каяке против течения? Это вообще возможно? Ну как же, ходят же люди, отвечала я. Хотя сама не вполне была в этом уверена. Теперь поняла, что да, возможно. По моим подсчетам, первый день за девять ходовых часов с одним часовым отдыхом я прошла 22 километра». Для очередной ночевки путешественница встала на травяной лужайке под ивами и растянула палатку между двух стволов. «Отчетливо помню, что именно тогда я почувствовала реальный животный страх. А что, если что-то случится? Тогда, чтобы выйти к людям, придется преодолевать вниз эту низинную часть реки, которую, слава богу, удалось пройти под мотором. Грести по уже пройденному пути вдоль заросших берегов практически без течения. Я вдруг поняла, насколько сейчас я оторвана от людей, затеряна среди проток. В желудке зашевелилась противная тошнота». И хотя Марина привычно иронизировала, что причиной тошноты мог быть съеденный накануне хлеб с избытком маргарина, все это было очень неприятно. Такой страх посетил ее впервые. По крайней мере, на этом маршруте. «Впоследствии я как будто сжилась с окружающей природой, и таких мучительных ощущений у меня больше не возникало. Страх приходил, но был каким-то отстраненным, что ли. А в ту ночь меня охватило сильное чувство одиночества, и я испугалась его». Ее настроение в тот период еще довольно сильно портило невозможность сфотографировать увиденное. Все те потрясающие чукосские пейзажи, мимо которых она проплывала или проходила. Фотоаппарат, взятый в дорогу, вдруг отказался работать. В Москве Марина привыкла снимать на «Зенит». Оптика была проверенная, кадры получались качественными. Но он весил целый килограмм, что для багажа одиночной пешей странницы было слишком. Тогда Маринина подруга Юля предложила свой «Пентакс». Весил он всего 220 граммов. А качество его снимков было не хуже, а порой даже лучше «Зенитовских». «И я взяла «Пентакс», хотя до этого никогда на него не снимала. В целом это автомат, который, казалось, не требует большого умения в обращении. Сам наводится на резкость, сам выбирает выдержку и диафрагму. Работает он на батарейках, и хотя в нем стояло почти новое, я захватила с собой еще про запас. Но «Пентакс» в дороге внезапно работать перестал. И Марина никак не могла понять, что произошло и как это исправить. Еще на Лимане, после того, как я снялась на прощание в поселке Шахтерский и отщелкала несколько кадров местного красочного заката, я хотела сфотографировать ребят за озерным мысом. Тех самых школьников из Анадыря, приехавших на баржи, чтобы разбить пикник. Но ничего не вышло. На табло фотоаппарата высветилась буква «Е». То ли «Энд» — конец, то ли «Эррор» — ошибка. «Конец чего? Пленки или батарейки?» «Наверное, батарейки», — решила Марина. Ведь пленка только начата и отложила разбор аппарата до кончалана. В поселке я вскрыла камеру. Пленка оказалась смотанной в кассету. Может, я случайно нажала на кнопку перемотки. На всякий случай сменила батарейку. Вставила новую пленку. Фотоаппарат заработал. Я сняла кадр от чаливания на моторке и успокоилась. Но когда Марина стала фотографировать проводивших ее вверх по кончалану Лену с Николаем, снова ничего не получилось. Фотоаппарат опять показал ненавистную букву «Е». И тут я вспомнила, что когда сделала кадр и убрала фотоаппарат в карман, сквозь шум моторки мне послышалось какое-то странное жужжание. Возможно, пленка как-то сама отчелкалась и в конце автоматически смоталась обратно в кассету. А теперь фотоаппарат сигнализирует об этом, мол, кадров больше нету. Как ни ковыряла Марина фирменную одноразовую кассету, ее крышка не открывалась. «Эх, почему я не перерыла весь кончалан, не нашла какой-нибудь работающий фотик? Теперь-то, конечно, уже было поздно. Я решила вставить новую пленку, когда будут достойные сюжеты, и снова попробовать сделать фото на ее начало». А до тех пор путешественница завернула на всякий случай гореаппарат в шерстяной носок. Вдруг он просто немного отсырел и барахлит из-за этого. Пусть полежит в тепле специально склеенного для него маленького гермомешочка. До лучших времен. Марина продолжала подниматься на север по водным артериям Чукотки. После кончалана она планировала пройти по его правому притоку Неквиему, или, как называли его местные, нынче Квааму. До некой избушки, о которой ей рассказал дедушка Петров. А дальше по Гачга-Гыр-Гвааму. «Мне хотелось добраться в этот день до избы. Мне говорили, что до нее доходят моторки во время высокой воды. Но начались нескончаемые разбои. Это когда река разбивается на несколько русел, а какое из них проходное, неизвестно. Плюс многочисленные протоки. Чуть пройдешь бичевой, нужно менять курс, сматывать веревку, перечаливаться. Скорость моя упала, я стала уставать». Марине пришлось остановиться и развести костер, чтобы отогнать полчища комаров, которые атаковали со всех сторон и серой пеленой застилали горизонт. А в накомарнике бинокль к глазам не приложишь. «Когда подносишь спичку к веткам и ждешь какое-то время, не шевеля пальцами, пока займется пламя, успеваешь получить изрядную порцию укусов. Но какое счастье потом умыть руки комарами, засунуть их в дым, снять вуально комарник из глаз и свободно вздохнуть в этом дыму. Тут-то я наконец увидела впереди избушку и горку, за которой начинался гачгайр Гываам». На самом деле от того, чтобы идти через гачгайр Гываам, Марину очень настойчиво отговаривал дедушка Петров. Мол, там и на моторке-то еле пробирались. К тому же у реки столько протоков, что она в них не разберется ни по каким картам. Марина, конечно, его не послушалась, но дала обещание, в случае чего вернуться обратно вниз. «Когда до избы гачгайр Гываама остается всего ничего, я чувствую, что устала. К тому же сильно болят потрескавшиеся пальцы рук. Ну и, наверное, еще волнуюсь, как пойдется дальше. Сбудутся ли предсказания дедушки Петрова о гачгайр Гывааме? Решаю встать на ночлег». До избушки Марина дошла на следующий день. Это был просто балок из досок. Так на севере называют специальное жилище, оборудованное для временного проживания людей. Видимо, его привезли сюда на тракторном прицепе. «Нахожу в избе два настоящих расколотых полена, и на одном из них гвоздем выцарапываю. Марина, 31 июля. Так, для порядка, чтобы знали люди, что если что случится со мной, что сюда я точно дошла». Как наша героиня узнала намного позже, осенью в избу приехал дедушка Петров. Нашел эту увесистую записочку, привез ее с собой в Кончалан и потом хранил как реликвию. И вот перед Мариной тот самый гачгайр Гываам, в переводе с чукотского «Налимья речка». По мнению бывалых путешественников, устье ее ни с чем не спутать. «Нэквием перед слиянием с ней течет единым руслом». «Я располагаюсь на обед прямо на стрелке, то есть в месте слияния двух рек. Варю уху из увесистого хариуса, скармливаю в его кости большой серебристой чайки. Она сначала недоверчива, потом все смелее подходит ближе за очередным кусочком. Вообще в округе, на удивление, мало пернатых. Лишь чайки скрашивают пока мое одиночество». Поначалу сплав по новой реке казался довольно комфортным. Единое русло шириной не больше 25 метров, один галечник сменялся другим, что чрезвычайно облегчало труд бурлака. Но утром после первой стоянки небо затянуло тучами и поднялся сильный ветер. «Непогода расходится не на шутку. Ветер с дождем бьют по лицу, заставляя закрывать глаза. Ветер переходит в ураган, а дождь в ливень. Одна отрада – давно нет комаров». Марина пыталась найти место для стоянки, пока тело еще сохраняло тепло в движении. Но из-за сильного ветра и ливня ей почти не удавалось посмотреть по сторонам. Вдруг впереди за пеленой дождя показалось цветное пятно. Несколько высоких деревьев ивы. «Ура! Спешу к этому спасительному оазису и на крутом участке чуть не переворачиваю каяк. Вспоминаю, что весло у меня никак не привязано к корме, а просто воткнуто одной лопастью в нос. Обливаюсь холодным потом от этой мысли. Такую погоду только не хватало поплыть по протокам за веслом». В последний момент Марина отпустила кормовую веревку, каяк получил свободу и развернулся по течению. И вот она под обрывом желанного берега. А берег крутой, галька сыпется и уползает из-под ног. И каяк привязать негде. «Одной рукой придерживаю каяк, а другой вышвыриваю мешки на откос, не глядя, что там наверху. Пытаюсь выволочь каяк вверх по обрыву. Безуспешно, слишком тяжело. Полностью разгружаю судно, кое-как отливаю из него воду и только затем вытягиваю его наверх. Теперь можно и оглядеться по сторонам». Деревья оказались не ивами, но их прямыми родственниками, чозениями, 8-10 метров вышиной. Для ночлега они вполне подходили. Марина смогла натянуть тент прямо на ветру между одним из стволов и жердию, закрепив колышками, которые она вбила в землю топором. «Ветрюга гуляет по деревьям, шумит, клонит рыхлые кроны. Настоящий ураган. Хорошо, что этот берег подветренный. Развожу костер. Не без помощи топора. Древесина чезения очень твердая, и, несмотря на ливень, под плотной корой все сухое. До земли расчищаю площадку под костер. Настругиваю тонкие щепочки. Всем телом закрываю от дождя хрупкое пламя, но руки мокрые. Из козырька кепки предательски капает прямо на неокрепший еще гонек. Вытираю руки о волосы, достаю агарок свечки, откладываю его стружками, и лишь с четвертой спички костер занимается». Ночь прошла относительно спокойно. К утру ветер паутих, дождь же так и не прекратился. Но когда Марина проснулась и выбралась из-под спасительного тента на берег, реку она не узнала. «Да, ураган постарался на славу. Мой двухметровый обрыв, на который вчера с трудом затаскивал каяк, утоплен, и почти вровень с берегом мимо несется мутный гурный поток. Все галечники залиты, и река выглядит широченной. Возможно ли идти против такого потока? Вода темная, не видно основного русла. Нет, сейчас идти вверх. Просто безумие». Марина решает прогуляться налегке до ближайшей сопки, чтобы осмотреться. «Надеваю гидрочулки и кроссовки, подвязываю на пояс гидрокуртку, на голове на комарник, на боку нож. На грудном кармане штормовки спички и компас, за воротом бинокль. Что еще нужно? Как хорошо идти налегке». Разведка показала, что Марина на небольшом острове. После обхода ближайших окрестностей она возвращается к стоянке. «А вода в реке снова прибыла. Вот это да. Трава над бывшим обрывом уже подмокает. Этак еще сантиметров двадцать, и меня тоже затопит. Дождь не кончается. Ложусь спать, но мне страшно от мысли, что вода может прибыть. Вылезаю в сумерках наружу и снова разглядываю воду». Путешественница вспомнила, что читала о случае, когда на дальневосточной реке паводком смыла вековые лиственницы вместе с островом. «А что, если и меня здесь несет аномальным наводнением?» С этими мыслями она подтащила каяк к дереву, к которому был привязан тент. Перевернула его вверх очком, то есть тем отверстием, куда садится каякер. Мол, ничего, пусть заливает дождем. Зато если прибудет вода, он останется на плаву. «Если что, буду вот так сидеть в каяке, привязанной к дереву. Надеюсь, оно выстоит. Звучит смешно, но мне было не смешно, а страшно. И лежа в палатке под тентом, я все прислушивалась к шуму воды и снова долго не могла заснуть». Утром Марина встала поздно. Дождь кончился, вода немного сошла. Пока наша героиня перед завтраком развешивала отсыревшие вещи для просушки по окрестным кустам, в фотоаппарате, том самом бедовом Пентексе, вдруг загорелся огонек. «Ого, вы только посмотрите, неужели он дает мне добро на съемку? Может, вылечился наконец? Шерстяной носок сделал свое доброе дело?» На радостях она сделала несколько кадров, но радость быстро сменилась разочарованием. У фотоаппарата проявились прежние симптомы болезни. И хотя погода еще полностью не выправилась, это передвижение далось ей очень нелегко. Рюкзак кажется тяжелее, чем обычно, плюс сама местность то протоки, то кочки, то под ногами чавкает. Вдалеке на горизонте горы. Тундра. Она не бывает ровной. Эти слова из книги Олега Куваева прочно засели в моей голове. Линия горизонта все время волнистая. Она очерчена небольшими холмиками, изгибами рельефа. Несмотря на все, вдруг понимаю, что мне нравится идти по тундре. Можно смотреть вокруг, видеть просторы. Что за ближайшим отрогом горки? Неизвестно, любопытство, стимулы движения. Вскоре вода спала, и Марина продолжила маршрут, как обычно. Бичевой против течения. На стрелке Гачга-Гыргываама и реки Травянистой она остановилась на очередной ночлег. Это место было первым гипотетическим вариантом переваливания на Танюров, одну из крупнейших чукотских рек, текущей почти строго с севера на юг. От этого варианта наша героиня отказалась еще давно, когда узнала о более северном волоке, который используют оленеводы. Но уже тут, на Чукотке, Марина решила не идти и по второму запланированному маршруту. Я поняла, что второй раз не хочу подниматься в низовьях широкой Чукотской реки. Лучше пойду на север по прямому пути, в самые-самые верховья притока Гачга-Гыргываама, речки Горностайной. И уж там перевалю на реку Озерную, которая приведет меня в верхнее течение Танюрера. Сколько придется тащить груз до начала сплава, она не знала. Но пусть этот путь неизведанный, зато он идет среди гор, решила путешественница. Через пару дней горного пути на очередном его витке Марину вдруг ждал крутой сюрприз. Заворачиваю, заворачиваю за поворот, жду, когда же, наконец, увижу галочку перевала. Уговариваю себя пройти еще немного. Вижу травянистую лужайку на ровной полочке склона, цветущий горец. Все, здесь встаю на ночлег. И вдруг впереди, в полукилометре, вижу палатки, люди, вездеход. Марину охватил невероятный восторг. Еще бы, уже одиннадцать дней, как она не встречала не то что людей, а даже медведей, а тут геологи. Поднимаюсь от реки на ровную тундровую террасу, к стоянке и оказываюсь в окружении дюжины ребятишек и мужчин. Нет, это не геологи, а оленеводы. Местные, чукчи. Оленеводы были облачены кто в обычные геологические штормовки, кто в камлейки, этакие непромокаемые балахоны. Снизу либо солдатские штаны, либо самодельные брезентовые, либо суконные. Единственная среди них женщина-чукчанка жарила лепешки на костре из ивовых веток. У всех, даже самых маленьких, на поясах висели ножи. В их глазах молчаливый вопрос. Кто я? Откуда? Говорю, здравствуйте, я путешественница. Иду от Кончалана. Что-то вездехода вроде не слышно. Так пешком иду. Внизу еще лодка лежит. По реке на лодке поднималась. Это были оленеводы четвертой кончаланской бригады. Стадо к ним пока еще не подошло. Сами они прикочевали сверху долины, как раз через предстоящий Марине перевал. Тут встали лагерем и завтра собирались вниз по горностайной. Удивляюсь, что вместо переносных яранг у них всего две небольшие палатки. Одна из них сферической формы на металлических каркасных дугах. Предмет американской гуманитарной помощи. Оказывается, летом всегда так. Ведь в это время года пастухи-оленеводы перемещаются в день за стадом на 10-12 километров. Палатки легче транспортировать. А в ярангах оленеводы недолго живут на стойбище, когда перекочевывают туда. Марину очень тронуло вежливое, даже какое-то рыцарское отношение к ней этих встреченных ей людей. Возможно, они и были удивлены ее одиночным путешествием. Однако все их вопросы были очень деликатными. За время общения они ни разу не спросили, замужем ли она, сколько ей лет и, главное, зачем она путешествует. Меня усаживают у костра, подложив для сидения оленя шкуру. Наливают сладкий чай, ставят передо мной кастрюлю плова, набрасываюсь на пресные лепешки. Да сейчас новые подоспеют, не ешьте эти. Но я не могу оторваться. Тем временем к месту стоянки медленно приблизилось стадо. Разноцветные фигуры оленей россыпью заполнили склоны долины. Они плавно обтекали лагерь, пугливо шарахаясь от людей. Их движение сопровождал какой-то мелодичный перезвон, который Марина сначала объяснила трением рогов. На самом деле характерный звук возникал при ходьбе животных из-за особого строения их коленных суставов. Стемнело, над хребтом взошла тусклая луна. Стадо залегло чуть ниже нашего лагеря, и дежурные пастухи подошли к костру попить чая. Потянуло на мистические рассказы. В паре километров ниже устья Чумовеема, притока Танюрая, жил охотник один. Так он осенью 97-го подстрелил очень большого медведя. Из книг Куваева и Орлова Марина была знакома с легендой об этом существе. Олег Куваев впервые услышал о нем еще в конце 50-х на чукотской реке Угаткын, как раз от пастухов Чаучу. Они рассказали о буром медведе, большом как Яранга, который ходит в горах. Куваев этим рассказом тогда не поверил, объяснив это все горным чукотским туманом, в котором зайца можно принять за лошадь. Но позже в книге франко-бельгийского ученого Бернара Эйвель-Манса «По следам неизвестных животных» он обнаружил описание огромных медведей, якобы встречающихся в северных краях. С тех пор этот невиданный хищник стал пунктиком писателя. Он начал собирать слухи и легенды о нем, и даже отправился в экспедицию на его поиски. И именно на чукотку, на озеро Эль-Гы-Гытген. И хотя никаких медведей крупнее обычных он там так и не нашел, но не переставал верить, что где-то они все-таки существуют. Чукчи тоже не считают очень большого медведя легендой. Они рассказывали мне о нем по-простому. Большой медведь, он не такой, как обычный или крупный, бурый. Он чем-то похож на гиену. Задние лапы короче, и он немного припадает на них. А шкура его размером с вездеход. Я сам видел. Так подытожил рассказ о трофее удачливого охотника один из пастухов. Тот, что дал Марине шкуру для постели. Я представила себе зверя размером с вездеход, метров шесть длиной, и мне стало жутко. На следующий день пастухи надавали Марине с собой еды и чая, прокатили на вездеходе и даже помогли забрать и оттащить лодку с того места, где она ее бросила. Как нехорошо мне с людьми, как невкусны лепешки, пора двигаться дальше. И в очередной раз наша героиня расстроилась, попытавшись снять своих спутников у костра. Фотоаппарат по-прежнему не работал. Мы прощаемся и расстаемся. Люди уходят в темноту. Я вздыхаю. Разлука всегда тосклива. Но перед глазами у меня все еще стоит яркая картина, которую так и не смог запечатлеть Пентекс. Невысокие горки, голубое небо, вездеход с антенной рации, шуршащая масса оленей, бегущая по кругу, зеленые кочки тундры. Ловкие, загорелые до черноты мальчишки с арканами в руках, застывшие в броске. Вы послушали четвертый эпизод второго сезона подкаста «Горы без вершин». Ждем ваши отзывы и комментарии на платформах прослушивания, а также в телеграм-канале «Спорткастерный». Роли исполняли Марина Галкина и Саша Начито, оленевод Андрей Одинцов. Над подкастом работали продюсер и редактор Марина Шиняева, сценарист Анна Чапайтоне, звукорежиссер Александр Архипов. Обложку нарисовала Софья Игинова. Спасибо заместителю директора по научной работе консткамеры Владимиру Давыдову за помощь в работе. Подкаст записан студией «Спорткастерное» в партнерстве с компанией «Сплав».